ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Добро пожаловать! Синтия, сегодня мы снова будем говорить о Пасхе. Это главный праздник в иудаизме. Израиль отмечает этот праздник уже три с половиной тысячи лет. Но иногда люди не уделяют должного внимания связи между Пасхой и следующим праздником Израиля, Пятидесятницей или Шевуотом. Связь между Пасхой и Шевуотом настолько важна, что Господь в Торе повелевает нам отсчитывать дни от Пасхи. Пятьдесят дней до Пятидесятницы или Шевуота. Я знаю, что ты, дорогая моя, много работала и записывала советы о том, как нам приготовить себя от Пасхи к Шевуоту, чтобы Бог сотворил нечто новое в наших сердцах в это время. И сейчас я передаю слово тебе, потому что мне хотелось бы, чтобы ты поделилась этим с нами. Я люблю общение на Пасху. Это время, когда верующие собираются вместе. Они ощущают радость в Духе Божьем и о том, что Он делает. Мы вспоминаем Его жертву за нас. Это дар величайшей любви. И Ешуа пришел на землю. Я с нетерпением жду пасхального общения верующих за столом, когда мы все вместе преломляем хлеб и пьем плод виноградной лозы. Я помню, как, будучи молодым верующим, я радовался, когда читал Божие Слово. Я читал о сверхъестественных вещах, которые Он делал для патриархов, для Иисуса и апостолов и других персонажей. Я не мог насытиться этим. Я не мог дождаться, когда вернусь домой с работы. Я читал по Евангелию за ночь. Но после годов чтения Библии простого чтения стало мало для меня. Я ощущал такой голод, потому что бы пережить больше, что хотел, чтобы Господь сделал то же, что Он сделал для патриархов в моей жизни. Я хотел пережить то, что пережил апостол Павел. Это должно было быть что-то, в чем я мог ходить в настоящем. Я назвал это послание «Пасха сейчас», в настоящий момент. «Пасха в настоящем». Это вторая часть послания. Если вы не видели первой части, то я советую вам посмотреть ее. Но даже если вы пропустили первую часть, это послание само по себе является полноценным. Мы говорим о Древней Пасхе. Сейчас наступает пасхальный сезон. Я беру уроки Древней Пасхи и создаю мидраж или харизматическое учение на основании исторической составляющей Пасхи, которая описывается в книге «Исход» или «Шмот» в 12 главе. Я хочу вкратце изложиться вам суть, потому что многие слышали, как я рассказывал об этом ранее. Приближаясь к концу времен, мы должны понимать, что будет. И понять это правильно можно, лишь поняв события Пасхи в книге «Исход». Иначе говоря, когда мы читаем Откровение, книгу последних времен, мы можем верно истолковать ее лишь тогда, когда понимаем ее через призму Древней Пасхи. Иисус в книге Откровения 29 раз называется Агнцем Божьим. Все потому, что Бог привлекает наше внимание к Пасхе. Он дает нам ключ к пониманию книги Откровения, через призму Древней Пасхи. В Древней Пасхальной истории мы видим символизм, который актуален для наших времен. Пасха, о которой говорится в Исходе 12 главе, и других местах, которые рассказывают о событиях, связанных с ней. Все это рассказывает нам не только о том, что случилось с Древним Израилем, но и о том, что будет на земле в это время. Например, Израиль, древние евреи, первый народ Божий в Завете, о котором мы читаем в Исходе 12 главе. Израиль является символом церкви, всего Божьего народа, евреев и язычников. Египет в Древней Пасхальной истории – это символ мира. Божий народ, Израиль, жил в Египте. Их там угнетали. Точно так же и мы с вами, будучи Божьим народом сегодня, живем в мире. Мы сталкиваемся с угнетением. Почему мы угнетаем? А мы угнетаем и потому, что силы тьмы работают. Ими управляет сам Сатана. Точно так же и древний Израиль был угнетаем в Египте силами тьмы, которые работали через фараон, символ Сатана. Фараон не имел милости. Фараон хотел лишь одного – удержать Божий народ в рабстве. А вот почему Пасху иногда называют праздником свободы. Их освободили из рабства и даровали им свободу. Точно так же сегодня мы с вами ощущаем гнет со стороны сил тьмы, но мы призваны к свободе. Иешуа сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». А вы когда-нибудь задумывались о таком моменте в своей жизни, когда вы ощущали невероятную свободу? Вам было хорошо, и вы ощущали невероятную связь с Богом в тот момент. Многие из нас вспомнят о подобных переживаниях. Я помню, как занимался борьбой. Я был аутсайдером в одном из матчей, но мне удалось обойти парня, которого считали хорошим борцом. Я победил его. Я помню, как ехал назад в школу. Я вышел из автобуса и пошел к своей машине. Я сел в машину, поставил кассету в магнитофон. Я слушал тогда группу «Иглз». Это было еще до того, как я узнал Господа. Я услышал песню. Я не знаю, что случилось, но было такое ощущение, словно мой дух покинул тело. Я словно стал духом. Я не просто слышал музыку. Было такое ощущение, словно я жил в музыке, словно я был вообще духом. Это продлилось всего лишь одну секунду. Но я понял, что Бог коснулся меня в тот момент. Я не знал Иисуса, но я никогда не забуду об этом. Я благодарю Бога за это чувство. Благодаря этому чувству во мне возникло желание освободиться. Мне хотелось чувствовать себя, как в тот момент, когда Господь прикоснулся ко мне после победы в матче. Я хотел постоянно ощущать себя так. И так как мне удалось ощутить это на секунду, я не терял надежду на то, что смогу постоянно переживать эту свободу. И когда Иисус говорит, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я верю Ему. Я верю, что есть свобода для всех нас. Блаженство, переживание, которому Бог ведет нас, где мы будем полностью свободны в духе. Мы будем танцевать в духе. Мы будем наполнены неописуемой радостью и свободой. Пасха — это праздник свободы. В пасхальной истории Господь выводит свой народ из Египта, где их угнетают и дарует им свободу. А вот почему, когда мы, евреи, празднуем Пасху, то главный на Седере праздничной церемонии у нас дома, вспоминаем историю и принимаем участие в Седере, то главный на Седере облокачивается на подушку, «Подушка у Него за спиной говорит о нашей свободе». Бог вывел нас из рабства, и теперь мы можем откинуться на подушку, ведь мы свободны. И размышляя о Пасхе, я хочу спросить вас, есть ли у вас видение свободы? Верите ли вы в то, что можете по-настоящему быть свободны? Как вы помните, Иисус сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иешуа также сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». У вас не будет неправильного восприятия реальности. У вас не будет неправильного восприятия Бога. И у нас не будет неправильного восприятия нас самих. Мы будем свободны в счастье, истине и любви Божией. Я хочу спросить вас сегодня, верите ли вы в свободу для себя? Верите ли вы в то, что есть нечто большее? Возможно, сейчас вам тяжело. Возможно, вы ощущаете боль в сердце. Возможно, это связано с вашим ребенком. Некоторые из вас скорбят и страдают внутри из-за вашего ребенка. Кто-то в вашей семье живет так, что причиняет вам боль. Это расстраивает вас. Я хочу, чтобы вы знали, возлюбленные, вы не всегда будете ощущать себя так. Бог приведет вас в свободу. Есть нечто большее, чем то, что вы переживаете сейчас. Кстати, если у вас есть проблемы с супругом или родней, вы должны быть осторожны. Мы настолько связаны с другими людьми, что это может повлиять на нашу связь с Господом. Как вы помните, Авраам должен был оставить своего отца и мать, своих родственников, чтобы последовать за Господом в землю обетованную, в землю свободы. Мы с вами не должны зацикливаться на динамике нашей семьи, чтобы она приводила нас в состояние гнета, не позволяющего нам пережить встречу с Господом. Мы должны отдать Господу наши семьи, наших супругов и наших детей. Мы должны отдать их Ему. Иисус сказал, что тот, кто любит мать, отца, брата, сестру или ребенка, больше Меня, не может быть с Моим учеником. Я хочу призвать всех нас к свободе. Во-первых, мы должны осознать, что у Бога есть нечто большее. Иисус обещал это, и я верю в это. Многие из вас помнят, как Господь прикасался к вам, и вы переживали эту свободу. Нас ожидает постоянная свобода. Далее второе. Мы должны покаяться. Если мы позволяем каким-то вещам в нашей жизни лишить нас свободы, значит, мы сделали их богами, но мы не должны служить им. Когда я пришла сегодня сюда, то ощутила, что Бог говорит со мной. В церкви было много вещей, которые я не могла делать на протяжении последних двух лет. И это несмотря на то, что я возглавляю эти служения. Мы даже не евангелизировали некоторое время. Я отдаю себя тебе сейчас. Я хочу, чтобы я был свободен, чтобы являть Иисуса через себя. Я буду свидетельствовать даже до края земли. И Господь сказал мне подняться. Я должна была снова взяться за то, что я когда-то оставила. Я должна была зайти туда, где я стояла в тот момент снаружи. Там было свободно. Я ощущаю, что Иисус любит меня. Вот почему Он напомнил мне, чтобы я вернулась туда, где оставила свою работу и снова взялась за нее. Сегодня я ощущаю пробуждение. Я знаю, что Бог будет творить нечто новое, даже в моей церкви. Пасха — это история о свободе и освобождении. И это освобождение, которое приводит нас к свободе. Это не что-то, что происходит одновременно. Ведь даже после того, как Господь вывел Израиль из Египта, утопив египтян в море, когда египтяне гнались за ними, лишь 40 лет спустя Израиль дошел до земли обетованной. Господь сказал Израилю, когда они были в пустыне, «Я не выгоню все эти народы сразу. Если бы я сделал это, вы бы могли с легкостью занять землю обетованную. Вы бы были к этому не готовы». Но Он сказал, «Я буду выгонять ваших врагов шаг за шагом. Мы с вами должны понимать, что сегодня мы можем и не находиться там, где хотим. Но мы продвинулись намного дальше, чем год назад, когда мы еще не следовали за Господом. Господь выгоняет наших врагов, как и в случае с Израилем, шаг за шагом. Мы должны дальше фокусироваться на Господе, чтобы, покинув этот мир, мы были еще более освящены, чем когда-либо в своей жизни. Иногда люди любят Иисуса лишь в какой-то момент своей жизни, но потом их любовь охладевает». Мы читаем об этом в книге Откровения. «Иисус сказал одной из церквей, «Ты много вещей делаешь правильно, но имею следующее против тебя». Говорит Иисус, «Ты потеряла свою первую любовь. Мы с вами должны сохранить нашу первую любовь, должны дальше созидать на своей свободе, будучи наставляемы Словом Божьим». Мы должны применять Слово Божие в своей жизни, говоря с Ним и подчиняясь Ему. Я могу долго говорить об этом, я много раз рассматривал это. Мы углубляемся в свободу, а последний день нашей жизни на земле должен быть величайшим днем нашего освящения. Мы постоянно движемся вперед, преображаясь от благодати к благодати, от славы к славе, от силы к силе. Возможно, сегодня мы не переживаем совершенной свободы. В этом суть Пасхи. Но мы на пути к свободе. Мы на пути к свободе. И пока мы преображаемся, пока мы обретаем еще больше свободы каждые полгода, мы можем называть себя успешными. Бог не требует, чтобы мы были совершенными сегодня. Он призывает нас в путь к совершенству, когда мы все больше и больше становимся похожими на Него. Он обещал нам, что выполнит то доброе дело, которое начал нас. Пасха сейчас также связана с тем фактом, что Агнца Божьего достаточно. Задумайтесь над этим. Древний Израиль обрел избавление благодаря крови Агнца. После этого они 40 лет ходили по пустыне. В итоге они пришли в землю обетованную. И к тому моменту, как они пришли в землю обетованную, через 40 лет после того, как они вышли из Египта, Господь сказал, что их здоровье не иссякло. Все они были здоровы. Их обувь не стерлась. Они даже принесли с собой в землю обетованную сокровища Египта. Перед тем, как выйти из Египта, они взяли украшения египтян, их одежду и все остальное. Мы видим, что Израиль вошел в землю обетованную здоровым. Их одежда не износилась. Они были наполнены. Бог привел их в землю обетованную в состоянии избытка. Иными словами, обеспечения Агнца Божьего было достаточно для Израиля во всех их нуждах. Библия говорит, что Агнец был с Израилем в пустыне. Христос был в скале. Христос дал им воду из скалы. Иисус был с ними на их пути. Его было достаточно для всех их нужд. Я хочу передать сегодня вам ту же мысль, возлюбленные ваши кишкас, внутренности. Я молюсь о том, чтобы мы услышали, поглотили и ходили в этом. Иисуса, Иешуа Хмашеха, Иешуа из Назарета, достаточно для нас, чтобы восполнить все реальные нужды нашей жизни. Во-первых, давайте поговорим о нашей телесной жизни. Иисуса достаточно, чтобы поддержать нас телесно. Мы должны вернуться к вере в то, что Иешуа — наш целитель. В еврейской Библии его называют Яхве Рофеха, или Ягов Рофа, Господь, который исцеляет нас. Мы должны верить в Господа, который может исцелить наше тело. Я не исключаю докторов. Я верю, что Бог использует докторов. Точно так же Он использует других людей, чтобы делать другие вещи в обществе. У докторов есть своя роль. Но слишком часто мы полагаемся на докторов, а не на Господа в исцелении. И как только мы заболеваем, то сразу обращаемся к доктору, а не просим исцеления у Господа. Бог желает, чтобы мы полагались на Него в каждой нашей нужде. В каждой нашей нужде. Отче, сейчас мы открываем свои сердца и каемся в том, что не полагались на Тебя в поддержании наших тел. Отче, мы провозглашаем, что Ты, Господь, над нашими телами. Ты создал наши тела. Ты, Господь, наш целитель. Иисус, Ты исцеляешь людей в наше время так же, как и в Евангелиях и в Деяниях. Иисуса, Агнца Божьего, достаточно для каждой вашей нужды. Давайте покаяемся и обратимся к Нему, жертвенному Агнцу, чьи раны исцелили нас и даровали нам здоровье в теле. Он дает жизнь нашим нервам, нашим органам, нашей плоти, нашему уму, нашему телу. Он проклинает всякий рак, всякую болезнь и немощь, как Он делал это, когда писались Евангелии. Он исцелял все немощи и болезни. А во-вторых, Иисус сказал, «Если веруете в Меня, из вас потекут реки живой воды». Агнец Божий сказал, «Если веруете в Меня, из вас потекут реки живой воды, и вы больше не будете жаждать и испытывать голод». Иешуа, пасхального Агнца, достаточно для того, чтобы удовлетворить наши души в этом мире. Но мы ищем удовлетворение где-то еще. Мы ищем количество лайков на Фейсбуке. Я хочу сказать вам, не имеет значения, сколько лайков у вас на Фейсбуке. Не имеет значения, сколько подписчиков у вас на Ютюбе. Не имеет значения, сколько людей считают вас великим. Вы никогда не обретете мир, и вам всегда будет мало, если вы надеетесь, что это удовлетворит вас. Есть лишь одна вещь, которая может принести мир нашей душе. И для этого нам нужно ходить так, как ходил Иешуа, когда он сказал, «Я делаю лишь то, что угодно Отцу». Если мы готовы подчиняться Отцу, угождать Ему, и позволяем другому приходить там, где это нужно, мы будем иметь мир, и наш Дух будет литься в нас, как источник живой воды. Наше сердце и душа наполнятся благодаря Агнцу Божьему. Не забывайте, что древним израилетянам нужно было съесть этого Агнца. И мы с вами тоже едим Агнца, когда исполняем Божью волю. Мы смотрим на него, как на того, кто удовлетворяет нас, а не ложные огни мира. Иешуа достаточно, потому что Агнец Божий вернется назад. Мы читаем в Откровении, что Агнец находится на престоле. Его последние слова звучат так, «Се, гряду скоро». Я хочу, чтобы вы положили руку на сердце и сказали, «Иисус, я люблю тебя». Иешуа, ты мой Мессия. Я жду твоего возвращения. О Агнец Божий! Я хочу приготовиться и быть готовым, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. Спасибо, что ты возлюбил меня. Я прошу тебя, Царь Иисус, и дальше работать в моей жизни, чтобы я мог предстать перед тобой, о прекрасный и драгоценный Агнец Божий, святым и подготовленным, чтобы быть с твоей невестой. С вами был Равин Шнайдер. Пусть Бог благословит вас. Чудесной Пасхи и шалом вам! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Как Бог восполнил все нужды Израиля во время Исхода, так и Иисус восполнит все ваши нужды сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Каипском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Будучи людьми, мы понимаем, что значит находиться в разном настроении. Но знаете ли вы, что Божьи праздники также обладают разными настроениями? Например, Йом-Кипур, День Искупления, обладает весьма серьезным настроением. А время, в котором мы находимся сейчас, Пасха, это очень радостный праздник. Я помню, как собирался на Пасху со своими родными и друзьями. Все всегда были счастливы. Это время свободы и избавления. Пасха уникальна тем, что Господь призывал израилетян приходить в Иерусалим и приносить особую жертву в это время. Мы не живем под законом, но многие хотят принести особую жертву Богу Отцу через наше служение. Если вы хотите сделать это, возлюбленные, то я уверен, что Бог будет рад этому. Как глава служения, узнавая еврейского Иисуса, я хочу поблагодарить вас за то, что мы можем вещать и достигать людей для Бога по всему миру. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. «Узнавая еврейского Иисуса»